здравствуйте с вами она спица и вы на моем канале вязание сегодня у нас мастер-класс по вязанию вот такой мышки которую зовут треть к эта девочка на выглядит таким образом ручки ножки сзади вот такой длинненький хвостик она связана по такому же принципу как вязался у нас зайчик персик голова туловище ручки ножки и глазки вяжется абсолютно также как в зайчики персики вы можете посмотреть как вяжется голова и туловище в первой части мастер-класса зайчик персика как вяжутся ручки ножки и глазки это смотрите вторую часть мастер-класса по вязанию зайчик персик в данном мастер-классе мы с свяжем только ушки носик и хвостик нашей мышки бровьки и ротик вышивается по тому же принципу что и в мастер-классе по зайчику персику это смотрите четвертую часть по созданию персика также в этом мастер-классе мы с вами сделаем усы нашей мышки только вот здесь не обращайте внимание у меня вот немножко леска вылезла это черновой вариант мышки мне хотелось ее сделать побыстрее потому что я не знал какие сделать все-таки усы такие как у за у кота баклажана или сделать ей все-таки из лески усы и вот так накидала для образца чтобы посмотреть и в итоге вот у меня мышка остался такими усами и естественно здесь вот было неаккуратно мышку меня только что можно сказать из-под крючка поэтому здесь вот немножко неаккуратно на это внимание обращать мы потом прикрепим усики очень аккуратно но прикреплять мы будем уже в мастер-классе по коту баклажану то есть мы ему сделаны такие вот у мышки вот эта заколка съемная вот эту заколочку я покупал в обычном магазине она вот так вот прикрепляется сушка на снимается и вот так выглядит наш мышка без заколки так как она у нас девочка все-таки и заколочку приколю и так давайте приступим к вязанию наши мышки основной цвет у нас у мышки будет серый вот такой кафтанчик я буду вязать из оранжевого цвета я вам подпишу какие-то номера пряжи вот это yarnart джинс серые вот сейчас не помню ту лет yarnart джинс только cotton gold я обязательно вам тоже подпишу и номер цвет и как называется пряжа носик я буду вязать из розовую такой пряжи это номер 36 yarnart джинс белый цвет глаз это я вязала из yarnart джинс цвет тоже обязательно вам подпишу ну и вышивала бровь киротик и вот эти пальчики на лапках и на ногах тоже это коричневая нить cotton gold тоже номер цвета вам подпишу так розовой ниткой я набираю 5 столбиков без накида в кольцо амигуруми если вдруг вы начинаете только вязать и вы не знаете таких азов как кольцо амигуруми как вяжется столбик без накида все эти начальные этапы вы можете посмотреть мастер-класса на моем канале зайдя в плейлисты и там будет папочка основы вязания крючком и все начальные уроки там будут и так вот я затянула 5 столбиков без накида в кольцо амигуруми теперь я вставляю нить маркер вот сюда чтобы пометить где у нас начало ряда и далее у нас второй ряд мы делаем прибавку каждую петлю то есть из одной петли мы вывязываем 2 столбика без накида 2 три четыре пять шесть все 8 9 10 итак у нас получилось 10 столбиков без накида теперь мы затягиваем эту ниточку на изнаночной стороне по тоже чтобы наше отверстие вот здесь в серединочке нашего кольца амигуруми затянулась далее вяжем третий ряд провязываем 10 столбиков без накида то есть из каждой петли мы вывязываем один столбик без накида так мы провязываем до конца ряда у нас получается 10 столбиков без накида я провязываю последний столбик без накида далее нить маркер перекидываю на лицевую сторону и начинаю вязать 4 ряд 4 ряд мы провязываем также как и 3 то есть 10 столбиков без накида из каждой петли мы вывязываем по одному столбику без накида при этом края нашего носика будут загибаться нашу сторону мы их выпрямляем на внешнюю сторону вяжем дальше так мы с вами провязываем до конца ряда и так вот это вязал до конца ряда вот такой носик у нас получился вот так он выглядит на мышонке вот нам осталось его только пришить в конце мы отрезаем ниточку прячем ее и когда вы будете пришивать этот носик вот эту ниточку нужно будет заправить вовнутрь чтобы она не вылазил и когда вы будете пришивать этот носик во внутрь можно немножечко добавить наполнителя на этом вязание нашего носика завершены далее вяжем хвост нашей мышки для этого серой нитью мы набираем в кольцо амигуруми 5 столбиков без накида 1 2 3 4 5 затягиваем выпрямляем кончик убираем на изнаночную сторону вставляем опять нить маркер и далее начинаем вязать второй ряд мы провязываем в каждую петлю по одному столбику без накида то есть 34 и вот смотрите у нас осталось провязать последний столбик без накида но у нас края загибаются вовнутрь вот на этом этапе важно вывернуть наше вязание на внешнюю сторону вот так чтобы далее во внутрь не загибался там что если мы провяжем следующую петлю нам будет очень тяжело выпрямить хвостик в этот момент можно как раз затянуть ниточку который идет от кольца амигуруми и ставить ее вовнутрь чтобы она не мешает так провязываем последний столбик без накида в этом ряду 5 все готово второй ряд мы сделали можно еще разочек подтянуть чтобы отверстие у нас не появлялась вот готово далее мы с вами вяжем третий ряд и последующие ряды также как 2 то есть по 5 столбиков без накида так мы будем вязать получается по 27 ряд то есть 27 ряд включительно мы не делаем ни прибавок не убавок вяжем так по 5 столбиков без накида в каждом ряду по 27 ряд далее вы вяжете самостоятельно и после этого мы с вами встретимся и так после того как вы провяжете 27 рядов у вас должен получиться такой хвост у меня он уже пришит к мышонку и вы тоже его пришивайте к мышонку вот в этой области где заканчивается кафтанчик и где начинается туловище нашей мышки далее приступаем к вязанию наших ушек такие смешные и забавные ушки приступим снова берем нашу серую нить основную и в кольцо амигуруми мы набираем 6 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 затягиваем вставляем нить маркер далее вяжем второй ряд второй ряд вяжется следующим образом мы в каждую петлю провязываем по 2 столбика без накида то есть мы в каждую петлю делаем прибавку в итоге мы должны провязать 12 столбиков без накида и так вот я уже провязала 300 кого-то мне 4 далее 5 столбик 6 далее все 7 и 8 опять в эту же петлю 9 в новую петлю и 10 в эту же петлю вот так мы провязываем в одну петлю по 2 столбика без накида сделали мы наши прибавки самое время подтянуть на изнаночной стороне нить чтобы затянуть отверстие в нашем кольце амигуруми далее третий ряд провязываем 1 столбик без накида далее в следующую петлю мы делаем прибавку снова столбик без накида и в следующую петлю прибавку так мы вяжем до конца ряда чередуя один столбик без накида прибавку в итоге мы должны провязать 18 столбиков без накида довязывая последнюю петлю и мы переходим с вами к четвертому ряду провязываем два столбика без накида 1 2 затем делаем прибавку снова провязываем два столбика без накида делаем прибавку так мы вяжем до конца ряда в итоге мы должны провязать по кругу 24 столбика без накида 5 ряд провязываем три столбика без накида 1 2 3 далее делаем прибавку затем снова провязываем 3 столбика без накида 3 делаем прибавку так вяжем до конца ряда 6 ряд провязываем 4 столбика без накида 1 2 3 3 4 далее делаем прибавку затем снова 4 столбика без накида и снова делаем прибавку так вяжем до конца ряда 7 ряд провязываем 5 столбиков без накида 2 3 4 5 далее делаем прибавку и так до конца ряда мы провязываем 5 столбиков без накида и в следующую петлю мы делаем прибавку восьмой ряд провязываем 6 столбиков без накида и далее делаем прибавку 2 3 4 5 6 прибавка так вяжем до конца ряда 9 ряд мы провязываем 7 столбиков без накида и далее делаем прибавку так мы с вами будем вязать до конца ряда 3 4 5 6 7 прибавка в итоге провязав до конца ряда у вас должно получиться пятьдесят четыре столбика без накида так вяжем до конца ряда 1 2 3 4 5 6 7 прибавка и так вот мы дошли с вами до 10 ряда 10 ряд мы будем провязывать следующим образом мы провяжем весь круг без прибавок и убавок то есть в каждую петлю мы будем провязывать один столбик без накида в итоге мы провяжем 54 столбика без накида но так мы с вами будем провязывать не только 10 ряд но и 11 12 13 14 15 и 16 ряды и так повторяюсь 10 по 16 ряды включительно мы провязываем без прибавок и убавок по 54 столбика без накида в каждом круговом ряду далее вы вяжете самостоятельно и так я провязала 16 рядов у меня уже получился вот такое ухо приступаем к 17 ряду 17 ряд мы провязываем следующим образом вяжем 7 столбиков без накида 2 3 4 4 5 6 7 и далее мы делаем убавку затем снова 7 столбиков без накида и убавка так мы чередуем до конца ряда и так делаем последнюю убавку и далее переходим к 18 ряду 18 ряд мы провязываем 6 столбиков без накида и далее делаем убавку так будем чередовать до конца ряда и довязав до конца ряда у нас 18 ряду должно остаться сорок две петли если вот считать вот здесь три четыре пять шесть и убавка убавка вяжем до конца ряда 19 ряд мы провязываем 5 столбиков без накида 1 2 3 4 5 далее делаем убавку провязываем до конца ряда чередую 5 столбиков без накида убавку и у нас в конце должно получиться 30 столбиков без накида 36 столбиков без накида 20 ряд провязываем 4 столбика без накида 1 2 3 4 делаем убавку так вяжем до конца ряда и в конце ряда у вас должно получиться 30 столбиков без накида 1 2 3 4 4 убавка далее встретимся в двадцать первом ряду 21 ряд вяжем 3 столбика без накида 1 2 3 делаем убавку и так вяжем до конца ряда провязав ряд до конца у вас должно получиться 24 столбика без накида 22 ряд провязываем 2 столбика без накида и делаем убавку 1 2 и убавка так вяжем до конца ряда и в конце ряда у нас должно остаться 18 петель и так вот мы с вами провязали 22 ряда вот такое у нас получается ухо теперь мы с вами складываем наши ряды пополам ушка проминаем и теперь соединяя вот так два ряда вместе мы должны провязать 9 столбиков без накида первый столбик второй столбик покажу вам поближе мы вставляем крючок в первую петлю сразу захватывая обе стенки петли вот и переднюю стенку и заднюю стенку то есть крючок мы прокалываем насквозь далее захватываем вторую петлю с другого ряда то есть вот так и провязываем обычный столбик без накида это у нас уже 3 далее 4 четвертый пятый шестой седьмой восьмой и последний вставляем и провязываем 9 вот так вот у нас получилось вот такое ушко абсолютно идентичное нашим ушкам далее ниточку прячем и вяжем второе ушко аналогично и так после того как вы свяжете все детали наши игрушки повторяюсь мастер-класс по тому как связать голову и туловище вы смотрите первую часть мастер-класса по вязанию зайчика персика ручки ножки и глазки вы смотрите вторую часть мастер-класса по вязанию зайчика персика вышивка бровей ротика вы смотрите четвертую часть мастер-класса по зайчику персику далее теперь по поводу сшивания деталь на моем канале если вы зайдете в плейлисты есть папка которая называется мастер-классы по шиванию игрушек. Подробный мастер-класс, как пришить такую голову к туловищу, это вы смотрите первую часть по шиванию игрушек. Как пришить вот такие глазки, вы смотрите четвертую часть. Как пришить вот такие ушки, это плоские детали, они пришиваются по аналогии, как пришиваются ручки. Это вторая часть по шиванию игрушек. Далее, голову к туловищу пришили, ушки, ручки пришили. Это у нас, напоминаю, вторая часть по шиванию детали игрушек. Глазки, значит, это четвертая часть. Носик пришивается так же, как хвостик нашего зайчика. Это девятая часть мастер-класса по шиванию игрушек. Также у нас по такому же принципу, как и нос, будет пришиваться хвостик и у мышки. Так же, как хвостик и у зайчика. Отдельно посмотрите видео на моем канале, как делать утяжку ручек и утяжку ножек. Как пришить ножки нашей мышке, можете посмотреть мастер-класс. Это пятая часть уже по шиванию игрушек. Также я выпущу мастер-класс, как вышить вот такие усики. Опять же, обращаю ваше внимание, не смотрите на то, что у меня вот тут немножко вылезла леска. Это у меня черновой вариант мышки. То есть я ее задумала, придумала, нарисовала. И потом по этому рисунку я вяжу своих игрушек. И иногда черновые варианты у меня все-таки отличаются от чистовых. И вот в данном варианте я так торопилась записать этот мастер-класс, выложить его для вас, чтобы вы успели связать вот таких мышек себе к новому году. Итак, надеюсь, мастер-класс был вам полезен. Мышка вам моя понравилась. Не забывайте, зовут ее Редька. После того, как вы сошьете эту мышку, выкладывайте свои фотографии у меня в группе. Я вам обязательно скину ссылку под этим видео. Или смотрите на экране. Выплывет ссылочка. И также вы можете выкладывать фотографии в инстаграме с хэштегом Анна Спица, нижние подчеркивания, игрушки. Итак, на этом у меня все. С вами была Анна Спица. И не забывайте, вязать это просто. Увидимся в следующих выпусках.